Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Консультативно-диагностический центр. Работающие граждане должны подать заявление через сайт фонда соцстрахования и переложить сканы за гранпаспорта и билетов. Сведения передадут работодателям и в медорганизации. Человек получит сначала аванс за 7 календарных дней. Оставшиеся деньги после закрытия больничного листа. Люди, которые не умеют пользоваться интернетом, смогут оформить документы на дому. А с теми, кто не работает из решения работодателя, поступает по-разному. Например, в художественном музее сотрудники ушли в отгул или в отпуск. Как и на предприятиях Веста и Пирели. А вот в судах сотрудники не ходят на работу с полным сохранением зарплаты. Программа Экономика. В сквере трудовой славы сносят кафе. Такое решение принял арбитражный суд Кировской области. Шашлычное с летним кафетом появилось больше 15 лет назад. В 2016-м предприниматель заключил с муниципалитетом договор о том, что разместит на этом месте павильон, специализирующийся на общепите. Спустя три года чиновники поняли, что появился объект капитального строительства, а не торговый павильон. И это трактуется как самовольное занятие земельных участков. Кроме того, здание эксплуатируется без всяких разрешений. Оно сейчас признано самовольной постройкой. Собственник обязан за свой счет его снести в течение двух месяцев с момента вступления в силу решения суда. Экономика. На 101 АСМ. Далее информация от наших партнеров. Ремонт офиса или дома – дорогостоящие начинания, которые хочется сделать так, чтобы помещение стало удобным, комфортным, причем надолго. Однако сталкиваться с низким качеством выполненных работ или явными нарушениями норм приходится многим. К этому может привести отсутствие проектных решений или несоблюдение технологий при производстве работ. Чтобы обнаружить дефекты дорасчетов со строителями при возведении дома, приемке квартиры в новом доме или при ремонте уже имеющейся, пригласите экспертов. Специалисты компании «Экскон» помогут выявить любые несоответствия строительным нормам и проекту, определят, как их устранить и сколько это будет стоить, а также сформулируют заключение при подготовке к судебному разбирательству. «Экскон» – это также оценка, технические и товароведческие экспертизы. Компания работает на рынке больше 20 лет. Карла Липневта, 13, телефон горячей линии 73-50-50. Экономика. В завершении о валютах доллар сегодня 78,85, курс евро 85 рублей 43 копейки. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.